Украинское зерно в заложниках России, как мир пытается добиться возобновления экспорта. Сегодня, 13 июля, в Стамбуле пройдут переговоры о разблокировке экспорта украинского зерна на международный рынок. Делегации Турции, ООН, Украины и России намерены обсудить открытие безопасных коридоров в Черном море. Все, что известно о переговорах по зерновому коридору, в материале РБК «Украина». Четырехсторонние встречи в Турции. Анкара анонсировала переговоры в формате ООН, Турция, Украина, Россия. Дипломаты, делегации министерств обороны трех стран и эксперты ООН соберутся 13 июля в Стамбуле. Предметом обсуждения является Организация безопасного вывоза зерна из украинских портов. Инициатором встречи выступила Турция. Накануне президент Реджеп Таип Эрдоган созвонился с лидерами Украины и РФ. Также делегация турецкого оборонного ведомства посетила Киев и Москву. Возникла угроза голода в бедных странах Африки и Ближнего Востока. Напомним, в Украине заблокировано около 22 миллионов тонн зерна, готового к экспорту. Из них 19 миллионов тонн зерновых и 3,5 миллиона тонн подсолнечника. Ранее сообщалось, что Украина пока не получила гарантии безопасности для деблокады портов. Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что вся коммуникация по этому вопросу идет на уровне ООН. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы оставаться в курсе важных новостей. Также под видео вы найдете ссылку на скидки на Алиэкспресс. Спасибо за просмотр. После чего была объявлена о прогрессе в решении проблемы зернового коридора. Позиция Украины Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что Украина находится в двух шагах от заключения сделки с РФ, но еще предстоит решить проблемы безопасности. По словам министра, главные спорные моменты в переговорах возникают по вопросам защиты Одессы от нападения РФ в моменты экспорта зерна и иностранных патрулей, которые должны будут охранять корабли с продовольствием. Кулеба отметил, что на переговорах Россия хочет показать странам Азии и Африки готовность спасти их от нехватки продовольствия. При этом она не заинтересована в возобновлении экспорта, поскольку это позволит Украине получать доход с международного рынка и сделает нашу страну еще сильнее, что говорят в РФ. В России продолжают отрицать блокировку экспорта зерна из Украины. Глава Кремля Владимир Путин заявил, что РФ не препятствует вывозу и все маршруты являются безопасными. В МИДе страны-агрессоры ранее отмечали, что Россия готова обеспечить гуманитарный коридор в море, но для этого украинская сторона должна разминировать порты. Также в РФ считают, что для решения продовольственного кризиса должны быть сняты санкции на экспорт российских товаров и финансовые платежи. Ожидание Турции. В Турции надеются на положительные результаты переговоров и заявляют, что проблема с вывозом зерна близка к решению. Министр обороны страны Хулуси Акар выразил мнение, что по итогам встречи украинское зерно из портов в Стамбуле уже 13 июля может быть отправлено морским путем на международные рынки. Как должен работать зерновой коридор? Для возобновления судоходства в Черном море ООН при содействии Турции разработала план по созданию зернового коридора из Украины. Механизм предусматривает, что через Босфор и Дарданеллы в ближайшие полгода на мировые рынки поставят до 40 миллионов тонн украинского зерна. В первую очередь ожидается выход торговых судов из Одессы. Кроме того, план деблокады экспорта включает очищение моря от мин, а также страхование и безопасность кораблей. Украинская страна опасается, что разминирование побережья, необходимое для создания коридора, Россия может использовать для нападения на южные регионы. Поэтому президент Владимир Зеленский настаивает на гарантиях безопасности с привлечением третьих стран. С начала полномасштабного вторжения Россия полностью заблокировала экспорт продукции из украинских портов, что привело к проблеме глобальной продовольственной безопасности. Из-за присутствия военных кораблей РФ и минирования Черноморской акватории остановились поставки зерновых из Украины.